ребята всем привет сегодня у меня новое начало нового рейса это рейс у нас на оренбургскую область получается какой-то там район халеулин или как-то так этот поселок называется я гружусь копейски на интерпаки кемеровской 1 если кто знает повезу груз груз у нас будет 8 тонн это будет упаковка вот я пока вот так вот видите как обычно выбросил все свое барахло сейчас начнут меня грузить и в общем-то и все до груза не будет поедут скорее всего вот так вот машина исправно все остальное вроде в норме так что жду загрузку загружаясь и сегодня отправляясь путь сегодня у нас напоминаю 25 сентября понедельник завтра выгрузка 600 километров составляет мой путь ну как-то так вот расскажу вам все свои планы к однако то на предыдущий месяц что я хочу делать что я буду делать в общем смотрите и не пропускайте и так ребят итог меня загрузили и благой вот водитель обязан просто обязан ребята внимательно наблюдать за погрузкой так как я внимательно наблюдал я выявил суть то мне вместо 8 тонн пузо и как по заявке до хотели загрузить 10 даже 10 копеечками наверно потому что 23 полета у них по весу стояла 9 тонн 770 с копейками то есть 24 полета это было бы уже больше и в этот момент главное я вовремя у заметил это и все давай созваниваться перезваниваться алём алём короче и в итоге загрузили убрали вместо 24 полет до галя 23 либо до 23 полет убрали получается 5 полет то есть я повез не 23 не 24 а вообще 18 и это 8 тонн ребят вот так вот сейчас бы перегрузили бы меня нафиг и чё бы я делал не на весах вы во первых я бы прикурил это раз по дороге ехать 600 с лишним километров на дороге у нас не идеальные подвеску раздолбил бы это 2 управление хреновое было бы автомобиля это 3 поедание резины чрезмерное это 4 так что ребята я не знаю перегруз возить конечно все 8 до сия в том числе иногда его вожу потому что ну я бы порой даже не знаю сколько меня загрузили в итоге вот такой вот у нас расклад все часа почему сразу не поехал на выезд потому что лоханулся с утра и не собрал вещи дорогу поэтому сейчас придется ехать и не заправил машину сейчас придется ехать опять сторону дома собирать вещи минимально ребят хотя бы там полотенце я не знаю там пару штанов там в пару футбол мало ли это насколько я там зависая еду вроде 600 туда 600 обратно что обратно мы возьмем куда мы обратно поедем вообще без понятий вот такой ребята расклад у меня получается так что смотрим дальше все и так ребята короче нахожусь а я видите поле поле после карталов или бредов ли что-то такое в общем чип и опять чип и небольшое но чип и короче взорвалась заднее колесо лопнуло на ходу вот видите это моя запаска а вот это вот она хлопнувшаяся листов вот она которым хана уже полная и так вот стою я полностью на обочине там нашу хуй знаешь никого там никого там никого короче вот обхожу я машину время у нас два часа ночи и вот так вот мне подфартило короче чинить колесо мало того что и так неприятностей хватает и вдобавок видимо еще надо сделать колесо поменять влага есть запаска вот сейчас поменяю и поеду дальше так вот это блины этому долго жить не и не до и этого не долго жить то остается колеса мои короче гиблое задние вообще жесть эти корту за рвется а нарезочки это ребят это нарезки да почему вот задница у меня нарезки причем все а нет одно не нарезка это нарезка тоже ему не особо то я бы сказал чтобы долго ходить в общем надо искать заднюю резину я так понимаю вот запаска у меня дома есть еще одну так что приеду переобую но пока ставлю вот эту запасочку эту надо будет разбортовать я не знаю чуть не сделать короче неприятно маленькая но неприятность в общем ладно сейчас ставлю колесо и поеду дальше хотя я надо еще и время найти поспать так что все погнал делать колесо и так ребята всем снова привет сегодня у нас утро но дня вторник и и день утро начинается у меня с такого небольшого завтрака налил себе чайку и у меня есть тут домашний пирог взял с собой и позавтракаю был было чп вчера получается опнула заднее правое внутреннее колесо это было ночью уже по 2 ночи даже в 2 практически да по 2 и как бы печально да это было все настолько печально что я офигел ну и в итоге и просыпаюсь я в бредах сегодня до выгрузки мне почти что 300 километров еще парить ну думаю успею время 9 доходит поэтому я думаю успею ехал я вчера сюда почти в 4 ой не выспался ребят похоже не доспал ну дай бог там высплюсь когда приеду уже а выгружусь и на месте высплюсь поэтому вот такие вот пироги у нас ребят поэтому прямом и переносном смысле вот такая ребята дорога здесь яма на яме плен кусочек есть хорошие дороги кусочек есть плохой дороге прям и вот так я вчера ехал 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 летел 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 по этой дороге и бакс шарахнуло заднее колесо лопнуло просто на взрыв так вот ночью ездить поля поля одни поля леса поля поэтому дорог здесь хороших соответственно мало куда в полях хорошая будет дорога да ребят это бреды я сейчас проявляю бреды если кто-то меня смотрит ребята с бредов вам привет привет и пока потому что я у нас бредов и выезжаю а так вот ехать не 276 километров как оказывается уже надеюсь потихонечку доедем правда нет запасного колеса запаски что очень при новеньках обратно ехать по этой же дороге дорога не очень и вообще хрен его знает что я повезу обратно вот такой ребята прекрасный сегодня намечается денек ясная погода не облачко настроение как такового нету потому что я не выспался это раз минус одно колесо по этой убитой дороге это два и неизвестно что впереди это 33 такие знаменательных фактора которые мне не дают покоя чтобы я просто ехал и наслаждался любовался погодой и спокойно был в расслабоне такого нет но все равно остается верить в лучшее остается верить в лучшее и надеяться на хорошее то все сложится иначе и будет все хорошо а тогда погода ребята прелесть у нас в ага вода холодная горло помаливает капец не заболеть бы еще Это будет четвертый у нас фактор. И так, ребята. Свернул я с трассы на мою деревню, куда мне надо на выгрузку ехать. Это поселок Халилова, Гайский район, Олимпургская область. И вот смотрите, куда я попадаю, по какой грунтовке приходится ехать. И ехать тут нормально. Километров так много. 5-5, думаю, придется ехать. УАЗик едет по полю. Видимо, по полю дорога намного лучше, но я рисковать не буду. Вон-то УАЗик. А я нет. Еду медленно, потому что запаски нет. Грунтовка жесткая. Можно порезать спокойно. Колесо, потому что под нагрузкой у меня 8 тонн. Надо на 8 мне приходится нормально ловить. Связь не ловит, хотел позвонить. А вот связь появилась. Я буду звонить на выгрузку. Узнавать, куда ли я или еду. Вот так, ребята. Короче, у нас дальнобой убитых дорог в этот раз. Там по убитым дорогам ехать, а теперь здесь по убитым дорогам ехать. Ну не все же по классной-то дорожке ездить, да? Надо же когда-то. Вот, пожалуйста. Итак, ребята. Сходил я вон в то красное здание. Отдал документы. Прошел типа инструктаж. И, короче, сказали заезжать в другие ворота. И будем выгружать. Далее опять каску. Вот такую вот беспонтовую, короче. Что за люди, а? В общем, поехал я на выгрузку. Так, заезжаем на завод. Тебе подушку, распродушку выдай. Подушку с распродушкой выдай. Ну, после, ты не два часа разгружаешь меня. Давай побыстрее, шустее чуть-чуть надо. Артем, блин, один выгружаете за 40 минут машину. Сюда подчеркивай. Итак, ребята. Ну, сами видели, что завод, конечно, не очень-то хороший. В общем, долго прогрузился. Время уже вторая половина дня заканчивается. И поэтому еду я в Орск. И оттуда забираю груз. Но забираю я его не сегодня, а аж в четверг. Так что, ребята, смотрите, что будет интересного. Как я буду грузиться и все такое далее. Поэтому не забывайте, кто не подписался на канал, обязательно подпишитесь. Поставьте лайк. Ну и всем пока.